Без стабилизации иду. Вот мой автомобиль стоит. Дождик шпарит, прикинь. Вот мы и в машине. В машине пока что тепло. Ой, в смысле сухо, но не тепло. Немножко погреем. Репетиция с двенадцати. Потом с двух один ученик. И с шести еще один. И все ученики новые. Я обнаглела, ребятки. Я понимаю, что это можете сочтить, сочтить, сочтить. Те, кто ко мне ходит уже давно, год с лишним, там два. Это, скорее всего, один человек. Вы можете подумать, что я охренел, обнаглел. Ребят, но у вас есть всегда вариант выйти из этого обучения. Всегда есть такой вариант. Но скажу свое оправдание то, что я больше, уже двух лет, учу Настюху. Она одна ко мне ходила сначала, потом еще добавилась девчонка. То есть больше двух лет я учу их за четыреста рублей. Понимаете, что такое четыреста рублей? Я вообще очень люблю ровные цифры, то есть ровные. То есть два урока тысяча, не восемьсот, а тысяча, да? Для вас сто рублей это тьфу, а для меня это как бы тысяча. То есть уже не восемьсот, а тысяча. То есть есть стимул работать, есть стимул создавать какие-то системы, ходить, учить вас. Мне это нравится, но каждый труд, как ты понимаешь, должен быть оплачен. Я сегодня ночью написал мой старый знакомый, который может быть, ну, только что знакомый, я не знаю, я не знаю, мы друзья ли, нет ли. Это Юрка Захаров. Юрка, как бы, я даже играла одно время у тебя в группе, пытался играть, но потом сдриснула оттуда, поскольку не видел себя там никак. Это я написала, что ты выбил какой-то фестиваль для города. На самом деле я очень за тебя рад, но ты должен понимать, что времена, времена халявы прошли. Не то время, Юр, и не те люди. Мы уже давно не те люди, которые взвизгнув, подняв хвост, полетели играть бесплатно в любую точку города и области. Понимаешь, времена немножко поменялись. У меня пока все, увидимся чуть позже. Погода, конечно, полный швах. Сейчас снимаю со стабилизацией, короче. Если ощутишь какую-нибудь разницу, напиши, как лучше. Просто я не всегда снимаю со стабилизацией, потому что со стабилизацией нельзя использовать, или можно, нельзя. Приближение, то есть, кто там, где сзади. Мне, в принципе, не надо приближать. Я могу потом на монтаже приблизить, без проблем. Едем на репку. Всю ночь не спал, короче. В три часа проснулся, и все, глаз больше не сомкнул. Смонтировал бложик. Где-то часов с трех до шести утра. Ну, все, поехал. Еду вот на репку к двенадцати. В общем, что я хочу сказать. Купив вот этот телефон, как бы с психу, да, причем доверившись чуваку, который продает, который сказал мне, я вообще пришел как бы за айфоном. То есть, я пришел за айфоном. Причем же седьмым опять. Видимо, как бы, ничему жизнь-то меня не учит, в принципе, да. Мне очень понравился этот седьмой айфон. Вот этой своей юзабельностью, именно вот этой вот. Потому что он очень легкий, камера хорошая, звук прекрасный. То есть, с этим можно работать. Что я сейчас ощущаю, купив вот эту балалайку, то есть, огромную, с которой вот сейчас болтаю. Она очень тянет мне, лежит на мизинце, и кажется, что мизинец уже накачался. То есть, он такой, я могу, хозяин, типа, я могу больше поднимать. Типа, давай, покупай что-нибудь больше. Вот. Что еще? Да, его так, в принципе, можно так же быстро доставать. У него Touch ID справа, то есть, как раз берешь и под палец все ложится. То есть, камеру достаешь. То есть, камера настраивается тоже в каком-то режиме снимал. В таком она и открывается. То есть, это все здорово. Но я не перестаю все равно скучать по айфону. Понимаешь ты, в чем дело? Вот не перестаю, и все. Мне вот сейчас, да, айфон новый, допустим, да? Я его возьму и не выпущу просто из рук. Но меня, понимаешь, я очень впечатлительный. Меня просто так вот от этого всего отболтали продаваны в магазине. И просто говорит, нахрена тебе этот айфон? Он, то есть, представляешь, чтобы купить айфон с нормальным количеством памяти, нужно заплатить немеряное количество денег. Телефон, с которого я сейчас снимаю, имеет 250 гигабайт памяти за те же деньги. За которые флагманский айфон будет иметь в два раза меньше памяти, если не в три. Так, наметилась проблемка. Дело в том, что вот я снимал видосы вот с этого плана, вот с этого, помнишь, да? Это было на фронталку, то есть, ну, на переднюю камеру. Я правильно называю? То есть, я правильно называю ту камеру, которая находится с лицевой стороны? Это фронталка? Если неправильно, напишите мне. Вот, на айфоне я снимал на фронталку. То есть, телефон стоял вот так вот. И экраном наружу, то есть. В этом телефоне камера находится очень низко. Я сейчас попробую ее установить так, чтобы всех было видно. То есть, мне придется чуть-чуть сейчас поднастроить вот свой вот этот вот штатив. Но я еще, знаешь, что хочу? Я хочу попробовать писать вот эти видосики с такого ракурса. Найти позицию, при котором на нормальную камеру, то есть, на основную можно будет снимать. И мне просто интересно, что это будет за вид. Я сейчас поставлю телефон и потом гляну, как это будет выглядеть. Все, ставлю. То есть, вот я его поставил. Я ничего не вижу. Так. То есть, вообще ничего не вижу и не понимаю, что я снимаю сейчас в данный момент. Например, вот так вот. Если я вот так вот поверну, как тебе вот такой, например, вид? Сейчас я все затяну тут. Попробую что-нибудь поиграть. То есть, при таком виде. Хреново то, что не вижу, что снимаю как бы. Барабаны холодные, потому что я только зашел. Отопления нет. Звучат очень плохо, когда холодные. Как любое дерево. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, посмотрим. Погляди. Так, еще я обнаружил такую штуку. Если я включаю стабилизацию... Вот, чтобы ты знал, я уже перестал колыхать руками. А он еще успокаивается. Видишь? Вот. Когда я включаю стабилизацию, у меня кадр становится шире. Вот. Я сейчас отсмотрел видос, и я понял, что мне надо чуть-чуть повернуть камеру влево. Правильно? Вот, смотри. Ставим мы ее вот так вот обратно. Втыкаем. Поворачиваем, чтобы кепку не обрезать. Кепку нельзя обрезать. Вот так вот, например. И поворачиваем еще вправо чуток. Вот так вот. Фиксируем все болты. Я думаю, будет ок. Вот не вижу. Блядь, жалко. Места мало просто. Посмотрим еще разок. Так вот. 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 проблема короче снять так чтобы не пошатать вот пойду-ка я кофейка наверно дербал и ты очень прям глаза это чувствую что меня выключает выключает короче вот я стою и чувствует меня выключает сняла гирлянчик потому что это перебор по моему красиво но такой красота хотел сказать по башкешкина андрюха обидится опять чё блять все что 20 и все что попил блять кофе идиота кусок все 20 рублей я не знаю чему чему попьем сомневаюсь еще бы один черебащик был блок здесь нет обломайся александр зомби сегодня ронять ключи и палки такое хочу мне в принципе вкатывает я последнюю неделю делаю боже каждый день ты не поверишь каждый день боже у меня немножко они уже скапливаться начинают в отложке вот но выпускать каждый день я их не буду потому что не смотрит их никто не смотрит их никто каждый день понимаешь то есть когда боже висит пол недели его нет нет да кто-нибудь да посмотрит а когда он не успевает то есть не та аудитория чтобы прям не такого количества аудитория чтобы смотрели блогики каждого т.к. т.к. и м а п м м Поехали. Продолжение следует. Продолжение следует. Дождик идет. Не могу приблизить, короче. Вот. Все разбежались, мы порепали. Жду Давида на занятия. И все. Занимаемся два часа и еду домой. А вечером еще один ученик нарисовался. В общем, что, у меня такая новость. Я сейчас опять уронил телефон. Понимаете? Вот. Господи. Не руки, а крюки. Посмотрим, чем это кончится. То есть, как я и говорил, мама мне зарядила купи новый телефон, купи новый телефон. Я ей говорю, я его точно так же грохну. Собственно, я его и грохну. Сначала обсмотрел, вроде без последствий, но нет. На стекле осталась заруба. На наружном стекле. Или это пленка. Да, он покрыт пленкой, на ней осталась заруба. То есть, вот такие дела. Поздравьте меня. Я его обновил. Я надеюсь, это не отразится на работе телефона. Буду тестить, пробовать. В любом случае, механические повреждения не дают права поменять телефон по гарантии. Смотри, да? Красавчик, какой едет. Вот так вот. Как у болта тачка. Не знаю, на компрессоре, не знаю, нет. Ну, тачка крутая. Помнишь, кто смотрел, был там в бложке. Он на ней елку возил зимой. Было круто, конечно. Ну, вот, все. Короче, едем папику в гараж. Папик попросил меня свозить его. Купить запчасть. Время 16 минут 6. А у меня в 6, между прочим, урок. Вот. Второй урок. Надеюсь, успею. Он уже стоит, ждет. Летим. Отсюда, бывает, выскакивают тачки всякие, короче. Ладно. Выключаюсь. Так. Привез батю в магазин. Батя пошел покупать новый трос. От Чисундречки всем привет. Чисундра. Чисундра. Чисундречка. Привет. Всем привет. Ну что, у нас дождь. Слякоть. Грязь. А мы едем. Сейчас у нас остается 23 минуты, да? 23 минуты. Мы сейчас поедем преподавать барабаны новому ученику. Посмотрим, как он будет усваивать. Давид меня сегодня поразил. Молодец. Круто считает. Круто играет. Понимает, что делает. То есть, мне нравятся такие ученики, которые, как им говоришь, так они и делают. Крутые. Просто круто. Очень круто. Давид, ты молодец. Если ты смотришь, мой божек знает, ты молодец. Далеко пойдешь. Так, собака что-то заволновалась. Наверное, надо ее, это, пригласить на сиденье. Ты обсохла? А, да. Да? Обсохла? Вроде обсохла, да? Обсохла. Ну, все. Сиди здесь пока. Сейчас поедем на базу. Алексей у нас теперь ученик. Ну, ладно, увидимся чуть позже. Что я хотела рассказать-то? Недели две назад я увидела такой комментарий, который тут же сожрал Ютуб. Тут же. То есть, я хочу сразу сказать, что это не я его сожрал. Я увидела его только в уведомлениях. Отдых. Видео я его уже не увидел. Вот. Такое бывает, когда Ютуб... Причем у меня не стоит никакие фильтра, ни на маты, ни на что. Просто Ютуб сам, короче. Сейчас ничего не надо делать. Ютуб делает все сам. Еще бы он сам подписану накручивал, было бы вообще круто. Короче, произошло такое. Я вижу, прилетает комментарий. Написано, типа, пацан, ты, чё, типа, фанат Масяни, что ли? На хера такой эффект на голос накладывать? То есть, представляешь, да? То есть, я поржал, короче, этого комментария. То есть, чувак, на хера тебе, говорит, такой эффект на голосе? Ты чё, фанат Масяни? Ну, и там, какие-то маты, за счет чего этот коммент был, собственно, удален. То есть, обращение было такое, знаешь, такое. Типа, я, фанат Масяни, взял, сделал себе эффект на голос, такой, масянский. И мучаю людей этим масянским голосом. Так вот. Чувак, я тебе говорю, что ты, который срешь в комментариях под моим видео, ты, в принципе, я сейчас с такой позиции обращаюсь к тебе. Я как производитель своих видосов, под которыми ты срешь, понимаешь? То есть, я делаю, я делаю, а ты срешь, понимаешь, в какой ты позиции находишься. Я сделал, а ты насрал. Как тебе такое? И вот сейчас я тебе говорю масянским голосом. Я фанат Масяней, а ты говно на палке. У меня пока все, какой экземплярчик стоит, крутой. Смотри-ка, что, а? Крутяк. Ни хера, блин, ты поглянь. Углушитель ему приделали. Красопед. Вот. Красавчики парни. Короче, что я хотела сказать-то? Ютуб устроен таким образом. Он просто берет и удаляет комментарий. И, кстати, да, ты можешь его видеть, понимаешь ты? Ты можешь его видеть и думать, почему на мой комментарий никто не отвечает. Дай-ка я еще напишу. И будешь писать, пока не охереешь. То есть, пока не поймешь, что твои комментарии никто не видит. Мы на базе. Чисундочка ходит, что-то там ищет. Ой, если бы ты только знал, как я испугался, когда у меня упал телефон. Я его... Получается... Включим подогреватель. Подогреватель. Вот я его выколупала из этой штукенции. И он у меня выпал из рук и упал куда-то туда. И на экране появилась заруба. Но я ее обнаружил немного позже, когда что-то провел пальцем по экрану. Что-то хотел сделать и обнаружил зарубину, короче. Но я так понимаю, что это... В этом месте экран не пострадал. Короче, это стекло, стекло, которое приклеено на камеру, на телефон. Вот оно вмялось, короче. Оно вмялось, и под ним образовался воздушный пузырь. Вот такие дела. Вот такое растяпа. Я про что и говорю, что мне не надо ничего нового покупать. Отдал 2,5 рубля. Сделал телефон. Уронил. Еще раз отдал. Ну, то есть, понимаешь, да? Какой смысл мне покупать новый телефон, ронять его и опять не стичинить? То есть, ну... Вот такой обменяемый, в принципе, человек. Мамка мне носила на ухо. Сказала, хватит тебе мучиться с твоим айфоном. Иди покупай. Ну и что? Я пошел. Я что-то обрадовался прям. Побежал, купил, короче. И что? Что с этого? Теперь я уронил этот телефон. Слава богу, он оказался по... По удару прочней. И пока работает. Слава богу, пока все работает. Звук пишет, все говорит. На айфоне-то после падения тут же звук отъехал. Просто тут же. Сразу же. Но... Справедливости ради, должен сказать, что айфон был без чехла, когда упал на кафель. А этот в чехле. Но удар пришелся на экран. Потому что на экране заруба. Вот. Могу делать ярче. Темнее, например. Вот так вот. Прикольно, смотри. Раз. Все. Как тебе такое? Делаю ярче. Насколько ярко. Ой-ой-ой. Все, это максимум. Короче, вот. Середина примерно. Семь, здорово еще разок. Закончили репетицию. Так, надо было, наверное, стабилизацию включить. Я все-таки еду. Вот. С Лехой позанимались. Ну, Леха, можем таки назвать уровень, знаешь, такой. Уже не новичок, то есть, может сыграть что-то, но не прокачанный до уровня, то есть, такого, ну, профи, то есть, получается. Мы этим сейчас как раз и занимаемся, учимся втыкать бочку на каждую шестнадцатую. То есть, на какую нам не ткни, мы ее воткнем. То есть, вот такая у нас задача. Втыкать бочку на каждую шестнадцатую. Мы пока на этом остановились. Короче, я заметил, что ему очень понравилось это упражнение. Оно мне самому очень безумно нравится прям. Тыкать эти бочки, то есть. Ну, я-то уже в этом какую-то систему выработал. То есть, я тыкаю, понимаю, куда я тыкаю, то есть, все. У меня уже, то есть, рука и нога, то есть, получается, набиты. А он пока не выкусил еще эту. Вот эту тему, куда именно надо втыкивать. Ну, ничего, выкусит. Я сегодня вряд ли уже буду что-то снимать. Привыкаю к телефону. Мизин скачается потихонечку. Мне нравится. Брат, большая лопата, блин, конечно. Тяжелая большая лопата. Ну, вот, как только выйдет первый бложек, снятый на этот телефон, вы мне напишите, мол, Викторич, ты лоханулся. Это значит, все плохо. Или напишите, Викторич, все ништяк. И я успокоюсь, наконец-таки. И не буду уже париться по этому поводу. Ладно, всем пока. Увидимся завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok